регулярное выражение это такой особый синтаксис или язык с помощью которого можно манипулировать текстом для того чтобы показать что я имею ввиду проще продемонстрировать на примере вы можете воспользоваться любым инструментом для валидации регулярных выражений но если у вас есть resharper то у него уже есть встроенные хороший инструмент для валидации регулярных выражений попробуем сделать такой пример допустим вы хотите чтобы пользователь ввел номер телефона и у вас есть несколько форматов разрешенных телефонных номеров я здесь привел первые четыре строчки как разрешенные форматы остальные строчки как форматы которые которые не должны пропускаться вашей системы и нам нужно написать регулярное выражение которое позволит отделить правильные форматы неправильного итак начнем со снов во первых для того чтобы написать регулярное выражение нужно понять какому шаблону мы должны соответствовать например цифра 1 найдет в тексте все цифры 1 цифра 2 найдет все цифры 2 последовательность 12 найдет все такие последовательности для того чтобы указать перечень символов которые включены в последовательность можно воспользоваться квадратными скобками сейчас мы ищем символы которые либо один либо три регулярных выражениях есть спец символы которые нужно экранировать например те же самые квадратные скобки для того чтобы найти их нужно их заэкранировать обратным слэшем то же самое касается плюса плюс в регулярных выражениях указывает что какой-то символ который стоит перед ним встречается один или более раз для того чтобы найти плюс в тексте нужно заэкранировать плюс в регулярном выражении последовательности цифр можно указывать в квадратных скобках вот таким образом если мы хотим указать что последовательность из цифр повторяется больше одного раза мы можем указать плюс в конце последовательности если мы хотим указать что последовательность цифр содержит определенное количество символов мы можем указать это с помощью фигурных скобок регулярных выражениях есть сокращенные формы для указания последовательности символов так например для цифр встречается есть сокращение обратно слэш д маленькая то есть диджитал так попробуем составить регулярное выражение для наших телефонных номеров начнем с того что как круглые скобки это тоже спец символ в регулярных выражениях который указывает группу символов поэтому следующий символ нам тоже нужно заэкранировать далее указываем последовательность цифр который состоит из двух символов далее кранируем закрывающуюся обратную скобку дальше у нас встречается различные варианты последовательности символов перемешанных с пробелами и дефисами сначала поймаем в регулярном выражении то что встречается во всех правильных форматах шаблона телефонных номеров для того чтобы поймать оставшиеся последовательности нам нужно будет использовать группы символов группы символов указываются в кругу скобках последовательности в группах можно разделять с помощью вертикальной черты это означает что встречается либо тот символ либо тот но не оба вместе итак заполним пробелы в нашем регулярном выражении чтобы закончить валидацию телефонных номеров а и 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 так что значит это регулярное выражение мы ищем строку в которой есть плюс затем идет три символа цифра цифра потом круглая скобка открывающиеся две цифры круглая скобка закрывающиеся потом идет один символ цифры потом идет группа которая состоит из нескольких возможных вариантов а именно из четырех Первый вариант это последовательность минус три цифры два раза. Такая последовательность должна встречаться. Либо пробел три цифры два раза, что соответствует вот этому шаблону телефонного номера. Либо последовательность минус две цифры три раза, раз, два, три. Либо последовательность пробел две цифры три раза, раз, два, три. Для того, чтобы закончить регулярное выражение, и чтобы оно не ловило строчки, которые длиннее наших шаблонов, мы можем указать, что регулярное выражение начинается и заканчивается. Для этого нам нужно указать вот этот символ для начала, и вот этот символ для конца. Но в этом случае нам придется валидировать в этом инструменте наш текст построчно. Первая строка работает. Вторая работает. Третья работает. Четвертая работает. Все остальные работать не должны. Теперь, если мы используем это регулярное выражение, в качестве шаблона, нам нужно иметь в виду, что для строк символ обратного слэша тоже должен экранироваться. Мы с помощью обратного слэша экранировали спецсимволы в регулярных выражениях, а для того, чтобы создать такие экраны в строках, нужно их экранировать еще раз, то есть продублировать слэши. Теперь у нас поле юзернейм защищено шаблоном, который проверяет ввод для формата телефонных номеров. Уберем атрибут stringLens для того, чтобы у нас не было взаимоисключающих атрибутов валидации. И попробуем ввести телефонный номер. Проверим сначала разрешенные варианты. Работает. Работает 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 Дальше попробуем неразрешенные варианты Не пропускает Не пропускает Ну и остальные тоже работать не будут Вот так с помощью регулярных выражений вы можете валидировать правильность ввода каких-то данных пользователям Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...